Роман и Надежда Щелкуновы, молодожены и участники фотоконкурса, организованного музейным комплексом «Северская домна. Остановись, любви мгновения». Они одни из двух десятков новобрачных, кто принес свои свадебные фотографии, сделанные в стенах памятника промышленной архитектуры. Тут довольно интересно, более похоже на архитектурную такую живопись. В тему свадьбы очень подходила. Таких, как семья Щелкуновы, которые решили в день своего бракосочетания посетить музейный комплекс «Северская домна» в 2012 году, было 30 пар. Участвовать же в конкурсе решились самые смелые и креативные. Фотографы, во-первых, приезжают разные. Очень много мы видим фотографов одних и тех же. И когда они появляются здесь, конечно, они знают, где поставить молодоженов, как их поставить, где можно сделать удачный кадр. Но, во-первых, люди всегда разные, с разным темпераментом, с разной энергетикой. Поэтому фотографы их как-то чувствуют, и поэтому снимки уже получаются другие. Но есть в новобрачных и излюбленные места. Это маховое колесо, стена из бутового камня, сохранившаяся с давних пор. Фотографии, сделанные на ее фоне, обладают особой энергетикой и фактурой. Ну и, конечно же, молодожены не могут пропустить арочные окна доменного цеха. Здесь креативные снимки достигаются за счет игры света и тени. Те, кто пытаются уловить какие-то изюминку, это, конечно, истинные профессионалы. Мы всегда приветствуем, когда пытаются фотографироваться не только на фоне архитектуры. Хотя именно ради нее сюда в основном приезжают. То есть именно старый кирпичный оклад, карочные проемы и так далее. Но еще и экспонаты музея, если привлекают фотографов и молодоженов, то нам, конечно, это очень отрадно. Мы разрешаем в плане исключения их потрогать. Мы разрешаем в плане исключения что-то, может быть, даже на себя примерить. То есть какие-то варианты здесь возможны. В свадебных фотографиях 2012 года можно увидеть такие экспонаты Северской Домны, как пушка 18 века, ткацкий станок. Каждая пара выстраивает свою индивидуальную композицию. И таким образом появляются все новые и новые сюжеты. В этом году еще была одна свадьба у нас очень интересная в стиле Чикаго. Такая своеобразная фотосессия была. И было очень, конечно, интересно смотреть за результатами этой фотосессии. На мой взгляд, эта пара очень органично вписалась в нашу промышленную архитектуру, в нашу, как мы в кавычках называем, разваленные, своеобразные. Потому что у нас есть действительно старые, просто старые стены, без крыш, без окон. И там получились такие очень фактурные снимки. Сейчас каждый, кто приходит в музей, знакомится не только с историей городообразующего предприятия, но и с историями создания полевских семей. После небольшой экскурсии посетители голосуют за понравившуюся фотографию и высказывают свое мнение. Впечатляет необыкновенно. Не ожидали, что такое может быть заводской музей. Фотографии очень красивые, высокогласные. Истоки старина и начало новой жизни тоже как истоки, как начало. И вот когда это вместе, это необыкновенное сочетание. Итоги конкурса и голосования будут подведены через несколько месяцев. В канун не о семье, любви и верности. Но уже сейчас понятно, что это только удачный снимок сделает кого-то первыми. Так все молодые пары прекрасны по-своему. Так что отметят всех участников конкурса. 14 февраля день всех влюбленных. Но это праздник в большей степени европейский. Но в том числе и приурочивая к этой дате, мы открыли выставку сегодня. Но завершение выставки будет приурочено к другой дате, которая нам более близка. 8 июля в России отмечается день семьи, любви и верности. И святые Петр и Февронь являются покровителями своеобразными этого праздника. Поэтому завершением этой выставки будет концерт, приуроченный именно к дню семьи, любви и верности. И очень бы хотелось, конечно, чтобы этот праздник в России прижился больше, нежели Дея Святого Валентина. Как это будет, мы обязательно вам расскажем. А если вы хотите увидеть фотоснимки воочию и принять участие в голосовании, музейный комплекс «Северская домна» ждет вас. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.